Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Алир Блэк. Сегодня мы играем на Амазинг РП на сервере Йеллоу. Видосов давненько не было, я решил взять небольшой такой отпуск. Всё-таки сейчас лето, жарко, сидеть записывать видео нереально сложно. Но, тем не менее, пацаки, я продолжал играть в Амазинг чисто ради удовольствия, поэтому готовлю для вас огромное количество видосов, которые будут выходить, скорее всего, каждый день. Все уже запарились ждать обновления, вот эти новые тюнинги, обвесы, градиенты и так далее. Поэтому сегодня, пацаки, я предлагаю вам заценить обзорчик на мой новый Mercedes-Benz G63 Brabus. Посмотрим, как он едет, что он из себя представляет, какая у него цена в СТО, сколько он вообще, в принципе, этот автомобиль стоит. Поэтому я думаю, что видос по классике будет интересным. От вас же требуется просто поставить лайк и написать комментарий. А на этом мы начинаем. Ты ещё не играешь на Амазинг РП? Ты многое теряешь. Например, то, что ты можешь вступить в мою семью Блэк на сервере Йеллоу. А для правильного старта в Амазинг Ролеплей, ты должен ввести мой промокод DALER, по которому сможешь получить до 300 тысяч рублей. На которые сможешь приобрести себе квартиру, машину, а также модный скин. Хватит скучать на нудных проектах. Залетай в Амазинг. Все ссылки будут в описании. Итак, пацаки, хотелось бы, конечно, в первую очередь начать с его размеров. Давайте я сейчас просто вот так подойду к этой машине. И посмотрите, я в пупок дышу этому Brabus. Он реально очень высокий. У него суперогромный размер. На самом деле, эту машину я купил уж очень давно. Уже, наверное, неделя, может быть, больше прошла с момента покупки этого автомобиля. И я на нем все это время ездил. Ездил, копал клады, ездил куда-то в другие места. В общем, эта машина на повседневку оказалась вполне себе неплохой. Я уж подумал его сразу продать, но нет. Эта машина мне действительно нравится. Итак, что же нас встречает внутри? Какой-то супер заряженный салон вообще. В принципе, вроде как в Гелике 65-м. Но вот здесь вот над приборкой есть какая-то еще такая горка. Я не знаю, для чего это было сделано. Из-за чего дорогу нереально плохо видно. Просто ты вот едешь и не понимаешь, где ты, что ты там вообще. Тачки, которые будут ехать впереди, вы их тоже совершенно не увидите. Поэтому вам придется настраивать все это через F3. То есть надо будет крутить какие-то из вот этих ползунков, чтобы вот так вот повыше сидеть. И только тогда, дорогие друзья, вы сможете ощутить кайф именно от первого лица. Потому что здесь, ну как-то, ну не пойдет. От первого лица здесь все-таки нормально, не покатаешься. А так, в целом, салон здесь проработан. Эта машина уже в более-менее каком-то тюнинге. Желтый цвет я выбрал сам уже давным-давно. Я неделю, наверное, уже так катаюсь. Потому что это Брабус. И он должен выглядеть вычурно. Поэтому желтый цвет сюда подходит идеально. Крыша, как вы можете заметить, дорогие друзья, здесь из карбона. Как и вот эти вот крылья, тоже самое из карбона. Сзади у нас красуется надпись Брабус. Нету никакого запасного колеса. Все черное. Все шильдики черные. Мне это так нравится, дорогие друзья. Спереди у нас значок Брабуса. Сзади значок Мерса. Все это черное. Это офигенно просто. Что у нас по корпусу? Модель авто. Мерседес Бенз G63. 4х4 здесь указано. Номерной знак его нет. Улучшение двигателя. Стейдж первый. И дополнительный бензобак, который добавляет 50 литров. Итого у нас полный объем бензобака 150 литров. Что в целом для этой машины просто великолепно. Потому что бенз здесь совершенно не улетает. Учитывая, что здесь целость на 70%. Здесь нереально кайфово ездить на этой машине каждый день. Потому что реально бенза хватает вот как надо. Госко у машины 12,5 миллионов рублей. Мы с вами автоматически понимаем, что это машина из рулетки. Эта машина также есть в автосалоне. Госко там составляет 25 миллионов рублей. Там покупать эту тачку я опять же не рекомендую. Потому что вы просто переплачиваете в два раза. А эту машину очень часто выбивают из рулеток. Поэтому я рекомендую покупать эту машину у каких-то игроков. Которые часто крутят рулетки. Колеса здесь просто какие-то невероятные. Давайте посмотрим перед выездом, что под капотом. Под капотом у нас просто какой-то коверчик плоский. В принципе ничего удивительного нет. Поэтому давайте выкатываем. Если честно, дорогие друзья, вот ощущение после этого автомобиля. Когда на нем долго-долго катаешься. Именно только на нем. Садишься на какую-то низкую машину по типу Mark II и так далее. И ты не понимаешь вообще что происходит. Машина хорошо рулится. Машина такая маленькая, юркая, быстрая. А это все-таки Брабус. Он нереально высокий. Просто посмотрите какой он огромный. Сюда поместится просто еще одна машина вниз. И после таких размеров, дорогие друзья, маленькие машины кажутся просто какими-то детскими. Итак, дорогие друзья, как же все-таки ведет себя этот автомобиль на дороге. В целом он неплохой. Но есть моменты, когда им очень сложно управлять именно в поворотах. Все-таки размер автомобиля, размер его колес все-таки реально решает. Поэтому очень сложно иногда с ним справиться. Его начинает нести как топор, как поезд. Он просто вот летит прямо и ничего ты с этим не сделаешь. И казалось бы, для чего нужны такие огромные колеса? Вот для чего, дорогие друзья, вы едете. Вам нужно свернуть вот, например, вот на вот эту дорогу. Но здесь есть такое препятствие, как рельсы. Просто берем и проезжаем. Все. Именно для таких моментов, дорогие друзья, существует этот автомобиль. Ну и тем не менее, дорогие друзья, мы с вами приехали на наше нужное место, где мы с вами испытываем его разгон до максималки. У меня под рукой находится секундомер. Вы на экране будете видеть самое точное время, за которое эта машина достигнет максималки. На счет три начинаем. Раз, два, погнали. Посмотрим, что из себя представляет эта точила. Ну, в целом, конечно, учитывая его размеры, он едет вообще себе великолепно. Максималка у него 239. Стоп. Примерно 9 секунд, дорогие друзья. 87, 86, возможно, может еще больше. В общем, эта машина едет именно столько. И учитывая его размеры, дорогие друзья, 8 с чем-то секунд, даже 9. Это просто великолепный результат. Я, конечно, понимаю, что здесь максималка нереально маленькая. 239, это, конечно, позорище. Но, тем не менее, для этой машины сойдет. Эта машина не про скорость. Поверьте мне. Эта машина вот про чисто какой-то кайф. Где-то взлетать, улетать. Эта машина подходит идеально. Просто вот так вот едете, сворачиваете в любом месте, где захотите. И все. И вы спокойно проезжаете. Понимаете? Эта машина нужна именно для этого. Я думаю, что по этой части все понятно. Предлагаю сейчас отправиться в тюнинг ателье. Посмотрим, что у него по ценникам. Сколько стоят компоненты. Что-то, может, поставим, что-то не поставим. Дальше у нас есть номера и тест управления. Погнали! Итак, пацаки, залетели с вами в тюнинг ателье. Давайте заценим, что у него по капиталочке. 575 тысяч рублей. В целом, это, ну, для этой машины нормально. Учитывая, какого у него ГОСКа в автосалоне. Переходим далее. У нас установлен всего лишь чип и топливный бак. Поэтому ценники их узнать нереально. Будем смотреть по сигналке и антирадару. Сигналка у нас обойдется в 2 миллиона 300 тысяч рублей. Антирадар нам обойдется в 2 миллиона 875 тысяч рублей. Исходя из этого, дорогие друзья, я могу сделать вывод, что топливный бак обойдется нам в 3 миллиона 200 тысяч рублей. Я не знаю почему, но именно такая цифра у меня засела в голове. А чип-тюнинг обойдется нам примерно в 4 миллиона рублей. Именно такие цифры я вижу себе сейчас на 0,2 сервере. На вашем сервере, опять же, ситуация может быть совершенно иная. Но, тем не менее, мы переходим к покраске. Давайте посмотрим, какой же цвет дополнительно может подойти к такому автомобилю. Но это явно не вот такой, дорогие друзья. Примерно вот такие вот теплые тона. Желтый, оранжевый, как у меня до этого стоял. Красный тоже абсолютно великолепно выглядит на этом автомобиле. Но я здесь ничего менять не буду. Как я говорил ранее, эта машина уже настроена. Я на ней катаюсь уже очень длительное время. Поэтому она мне нравится. Идем далее. Винилы никакие у нас недоступны. Тонировка. Посмотрим, сколько нам обойдется. Самая дешманская тонировка на 3 месяца. 50-процентная. 345 тысяч рублей. На эту машину, конечно, есть смысл ставить тонировку. Но я этого делать не буду, потому что у меня 900 тысяч денег. Идем далее. И это диски, дорогие друзья. Вот сразу приготовьтесь, сразу приготовьтесь. Уберите детей от экранов. Потому что я вам сейчас покажу стоковые диски. Смотрим стоковые диски, дорогие друзья. И просто идем всем селом блевать. Потому что стоковые диски здесь абсолютно отвратительные. Учитывая, какой здесь размер на этом Брабусе. Это просто ужас. Исходя из-за этого, дорогие друзья, какой-то предыдущий владелец решил все-таки установить сюда последние диски. Потому что эти, ну, совсем уж никуда не годятся. Моделька требует дополнений. Ну, а на секундочку, дорогие друзья. Самые последние диски нам обойдутся в миллион 46 тысяч 500 рублей. И это в целом, наверное, нормально. Потому что машина стоит 25 мультов. Исходя только из этого, дорогие друзья, здесь нереально дорогой тюнинг. Здесь установлены самые последние фары. Их стоимость 1 851 тысяча рублей. Можно также установить вот такие, вот такие. И самый стоковый развал, который обойдется нам за чисто переднее колесо. 2 875 тысяч рублей. Это отвратительнейший бред. Развал здесь все равно не работает. А такие деньги, пожалуйста, отдавай. В общем, вот такой вот тюнинг вышел, дорогие друзья. Сейчас с вами отправимся в Варзаманс. Почему? Да потому что нам нужно установить номера. Нам нужно отправиться в отдел ДПС. У нас нет номеров на этой тачке. Посмотрим, повезет нам сегодня или нет. Погнать. Итак, бежим, 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 бежим. И по классике, дорогие друзья, выбираем Санкт-Петербург. Я всегда ставлю именно эти номера. Муа. Муа нам не подходит, поэтому будем выбирать другой. ОТ, дорогие друзья, это, судя по всему, последний номер. Да. Лимит исчерпан. В целом даже не выпадало номеров, о которых бы я жалел. В общем, все дела мы с вами сделали, дорогие друзья. У нас остается последнее испытание. Это испытание управления. А дальше мы с вами подведем итоги. Погнали на наше место. Приехали с вами на наше последнее испытание. И это испытание управления автомобилем. Объясняю суть. У нас есть точка А, на которой мы с вами находимся. И есть точка Б, до которой нам нужно добраться в целости и невредимости. На этой трассе, дорогие друзья, есть огромное количество поворотов. Поэтому здесь можно отлично испытывать управление автомобилем. И если машина приехала целая и не вылетела ни разу с трассы, значит у нее годное управление. Также я замеряю здесь время, за которое машина достигает точки Б. И примерно себе прикидываю, достойно это или нет. Поэтому на счет 3 предлагаю начать. Раз, два, погнали. Я на самом деле не очень-то сомневаюсь в управляемости этого автомобиля. Просто нужно грамотно себя вести на дороге. И много не болтать. С этим у меня, конечно, проблемы бывают. Именно во время этого испытания. Но постараемся сейчас вести себя аккуратно. Эта машина будет проигрывать исключительно из-за того, что здесь слабый разгон. И маленькая максималка. То есть этой машине торопиться действительно некуда. Немножко врезался. Но в итоге, дорогие друзья, у нас результат 27 секунд. Немножко врезался. Немножко у меня дверь открылась. Разбилась фара. Ну что ж, предлагаю подвести итоги. Что можно сказать вообще по этой машине. Это просто что-то невероятное. Дорогие друзья, я вам действительно рекомендую прям купить себе эту машину. Потому что на каждый день эта машина подходит идеально. Вот, например, вы приехали на клад, да? У нас в самом низу есть клады. И там вот песочек. И там вот выезжать как-то очень сложно. Эта машина не чувствует таких преград. Потому что она выезжает спокойно. Ну или вы просто решили побаловаться. И решили вот заехать на вот эту проселочную дорогу. Просто берете и заезжаете. То есть эта машина предназначена именно для таких целей. И каждый день на этой машине можно спокойно передвигаться. Поэтому я могу занести этот автомобиль в категорию машин на каждый день. Действительно. Если кто-то вас врежется, дорогие друзья. Отлетите не вы, а именно тот, кто вас решил влететь. И мне это очень нравится. Мне это прям доставляет удовольствие. Когда мусора или еще кто-то пытается меня обогнать. По пингу подрезать. И в итоге сам улетает. Эта машина тяжелая. Эта машина высокая. Плюс ко всему, пацаки, вы можете найти его за 11 миллионов. За 10 миллионов. За 10 миллионов эта машина улетает в порт. Считается ли он не ликвидом? Конечно же считается эта машина не ликвидом. В основном все, кто выбивает эту машину, они стараются ее побыстрее слить в порт. Машина крутая, но на любителя, дорогие друзья. Опять же она не всем подойдет. Я обожаю такие машины. Огромные, монструозные. Колеса здоровенные. Всех сносит. У меня же на этом все. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк, чтобы не пропустить все новые ролики. Пишите в комментарии, какую машину взять на следующий обзор. Я обязательно прочитаю, обязательно отвечу и возьму эту машину на следующий обзор. Всем спасибо за просмотр. Удачи!